сегодня мне 35 лет и мы на мальдивах холодная все мальдивы закончились итак ребят мы решили попробовать смогу ли я выжить и сейчас я вам докажу что райские условия заканчиваются идти нельзя первая находка давай смотри чё-то смотрите его в бинокль высматривают стоят он уже видите за ним выходит именно отсюда прет такая энергетика которая заставляет работать и понимаешь чтобы путешествовать нужны деньги деньги это энергия чтобы получить энергию надо что-то сделать что друзья всем привет меня зовут александр кондрашов я видеоблогер путешественник предприниматель сегодня мне 35 лет и мы на мальдивах со мной настя моя жена и мы сейчас вам покажем как же можно классно отметить день рождения в этой замечательной стране для того чтобы добраться до отеля необходимо преодолеть 5-ти часовой перелет с москвы а дальше либо водным транспортом либо на самолете ты боишься прибыли в один из лучших отелей на наш взгляд которые мы посещали то есть мы сюда приехали второй раз мы очень редко ездим в одни и те же отели здесь мы были с блогерами с афони с гордеем на масляником с едой галя все это видео увидели нам есть настолько понравилось что мы решили сюда вернуться просто четыре дня кайфануть четыре дня расслабиться насладиться вот этой красотой здесь все просто докопаться нет еще вот честно вам скажу нам нужна вода вилла чтобы мы могли рыбу ловить франции вот прикольный тем что здесь можно все включено взять как у нас он подходит и говорят привет нас все помнят даже самый главный чувак в этом меню здесь огромное даже не знаю что заказать при этом здесь четыре ресторана вообще лучше проезжать как раз на такие острова где очень много всего и вы не устанете и вам не будет скучно много говорят мальдивы скучно приезжайте на правильные острова и вам будет весело о но рыб тут нету самый кайф что можно спуститься и уйти на риф сейчас отлив правда сильный огурцы валяются я не буду прыгать отсюда потому что я убьюсь тебе такое счастье я еще не предоставлю рано холодная вот она акулка плавает по мелику обо что покажи очень сильно чем мальдивы закончились у нас крапки давай купим тапочки на мальдивы за Слышите, ему свистят? Вот смотрите, его в бинокль высматривают, стоят. Он уже на телефоне лодку, говорит, вызывает. Вон уже спидбот, видите, за ним выходит. Чтобы вы понимали, насколько это стрёмно. В общем, его кое-как высвистили. Всё, я спокойна, он живой. Thank you! You helped my husband. Нет, ну вы только на это посмотрите, а. Идёт, довольный. Нанырялся. Счастье полные штаны. Саш, ну ты мне скажи, ты дурак или как? Ты знаешь, что тут просто панику, что же за тобой же лодку отправили. Туда нельзя нырять, категорически вообще. Так, ну что, мы попали под свадебную фотосессию, Настя, что ты там делаешь? Я подрабатываю. Какая здесь красивая природа и погода, шикарная. А знаете, что мне не очень нравится, то, что ничего не успеваешь. Вот многие говорят, что на Мальдивах скучно, сделать нечего. Встали утром и даже на завтрак не пошли, потому что прилив, мы хотели понырять. Немножко поныряли, уже смотрим час дня. Ничего вроде особо не делали, а уже час дня надо идти хотя бы пообедать. Соответственно, мы хотим еще позаниматься чем-нибудь интересным. Здесь много всего из программы, там, начиная от СПА, заканчивая спортивными всякими активностями. Привет! Здравствуйте! Рыбу лоют, смотрите, вот закидывает, и она практически моментально клюет. Вот уже доставят, смотрите, только-только закинули. Чего-чего, а рыбы здесь полно, конечно. Вот она красавица. Устрицы, давайте же, отведаем, объясняю, как это ест. А это просто берете вот так, вот так, при этом на соли подается. Они прям идеальные. Согласен? Да. Ой, какие же они вкусные. Угу. Те, кто противник устрицы, или кому они не зашли, попробуйте в правильном месте. Они очень сильно отличаются, даже азиатские, от французских, не предпринимают. Лаксми СПА. Очень классное место они сделали. Уединенное место для массажа и релаксации. Массаж вам могут сделать где угодно, а могут вот в таком домике. Так это выглядит изнутри. Бассейн, вид на море. Да. И там делают массаж. А еще вот там. Стар, сфоткай меня. А? Сфоткай. Опять там эта капуша одевается. Ну, три часа. Ты мыла что ли? Да. Зачем? Саш, ну потому что здесь все расположено для того, чтобы кайфовать. Каждая деталь. Я не знаю, как они это делают, но они делают дочку. Прям не хочется выходить. Thank you. Вот если вы будете в Лаксе и не пойдете на массаж, вы просто потеряете очень много. Очень круто. Прям мастера. Я реально много где... Я согласна с тобой. Я много где делаю массаж и каждый раз меня здесь удивляют. Каждый раз это просто. Улетаешь в космос. Они используют звуки, используют специальную такую штуку, в которую бьют и ты как будто в космос улетаешь. Ну, короче, бомба. Это бомба. В Лакс приезжаете, идете на массаж первым делом. А потом пишите мне в комментах, какового. Каждый вечер у кого-то свадьба, кто-то просто приехал посмотреть на эти замечательные закаты. И именно отсюда прет такая энергетика, которая заставляет приехать в Москву и работать. Ты понимаешь, чтобы путешествовать, нужны деньги. Деньги – это энергия. Чтобы получить эту энергию, надо что-то сделать, чего-то добиться. В общем, пришли в один из ресторанов. Смотрите, здесь есть специальные места, где можно поужинать. На самом деле, ресторан огромный. Смотрите, поймал на зимнюю удочку с органом. Офигеть. Господи. Я первый раз такую руку ловлю вообще. Как иди на зимнюю удочку ловить? Покажи. Он живой? Да, давай его отпустили. У него нос покажи. Вот, на блесну. На блесну? Просто на блесну? Да. На зимнюю удочку. А почему ты решил перед сном поймать его? Саша. Надо его отпустить, да? Давай быстрее опускай. Вот так, ребят. На Мальдивах клюет вообще без разницы. Даже на зимнюю удочку ловится. Везде. Смотри. Красавчик, плыви. Ты че? Все, сдох? Нет, нет. Ты че? Я его не повредил даже. Ребят, вы не поверите, этот человек разбудил меня два раза. И просто Кондрашову никогда в жизни нигде не будет скучно. Реально. Ну разве ему будет скучно? Вот вы говорите, на Мальдивах скучно. На Мальдивах скучно. На Мальдивах скучно. Акулу можешь попробовать поймать? Приплыла акула. Он решил теперь на саргана ловить акулу, вы понимаете? Ну как вот ему это в голову пришло? Почему бы тебе не спать, Саш? Иди спать. Блин, ты смотри, она прямо ждет. Саш, иди спать. Ну-ка быстро спать. О, смотри, атакует. Настя. Слушай, у тебя столько эмоций, капец. Она реагирует. Ну она, глаза у нее, видел как светится? Короче, разбудишь, если акулу поймаешь. Ладно, Саш? Че там было? Ты смотри, себя за жопу не поймай. Мы отправляемся на поиски самой большой акулы в мире, которая называется китовая акула. Они достигают длиной 20 метров, и это нереально красивая рыба, возле которой можно поплавать. Будем сейчас кружить вокруг острова и искать, где же эта акула. Где она прячется? Поиск заключается в том, что все, мы просто идем на лодке и все. Никто даже не спарит никуда. Всем пофигу. У него маленький хвостик такой здесь сзади есть, я его называю так, и он только чувствует сумму в воде, хвостик начинает везти, быстро, быстро, быстро работает. Где пол, где пол. Я знаю, что сейчас только нам скажут команду, он уже сидит и он уже извелся весь, он на месте нам не может сидеть нормально. Только вот сейчас он и слышит команду прыгать, он сам их первый туда побежит, к этой акуле нырнет, все ее обтрогает со всех сторон. И вот такой вот у меня муж хулиган. У него прям энтузиазм, он прям горит. У него все внутри прям кипит быстрее. Где? Вон долфин. Долфин, долфин. Вон они прям под лодкой. Дельфины обожают аплодисменты. Это смеха! Ребят, ради кадров пришлось бросить Настю. Саша, ты расстроилась? Я без комментариев. Очень много людей, поэтому достаточно тяжело нырять. Нет, самое спешное, знаете, что? Саша говорит, так, значит, держимся вместе, держись за палку. Мы с тобой плывем. Я просто понимаю, что у Саши начнется паника. Когда он увидит акулу, он не отключает все контроли, все системы стабилизации в его организме вырубаются. И он меня 100% кинет. Он меня действительно бросил. В итоге он увидел акулу, все, досвидули, где Настя. Просто я там полчаса оббарахталась. Самое приказ, что она всплыла метров до двух, и она на двух метрах и так шла. И я там с ней нормально понырял. Да, в общем, ребята, здесь, на самом деле, если плохо плаваешь, то не вариант. Как понырялась акула? Ну, один раз ты нырнула. Правда, это никто не снял. Настя, ты чего-то расстраиваешься? Клибо не расстроилась, ты вообще-то сестерку закатил на моем месте. Какую? Вообще-то, ловко пропустим в подводу, чтобы, блин, оно уж падало. Что ты такой довольный? Все четко. Оргазм получил. Оргазм ныряльщика. Нафоткалась? Да, да еще бы целую. Настя, лишь бы фоточку сделать. Сделал хорошую фоточку, жизнь удалась. Лайки, лайки. Поэтому лайкайте, Настя. Самый часто задаваем вопрос в комментариях, либо в личные сообщения. Это как экономить в путешествиях? Где искать отели? Где покупать билеты? На самом деле, все достаточно просто. Мы с Настей практически никогда не покупаем пакетные туры. Мы всегда все ищем сами. Для этого есть очень много агрегаторов. Также есть кэшбэк-сервисы. Например, кэшбэк-сервис EPN. Это один из крупнейших кэшбэк-сервисов. У него сейчас порядка трех миллионов пользователей. Ребята уже пять лет на рынке. Я достаточно давно с ними работаю. Сейчас простым языком объясню, как работает кэшбэк-сервис. Смотрите, все, что вы покупаете в интернете и даже офлайн покупки, часть денег с покупки вам возвращается обратно. Я сейчас купил на Мальдивы билеты аэрофлотом. Они стоили 75 тысяч рублей. И тысячу рублей мне вернули. За счет того, что я воспользовался кэшбэк-сервисом EPN. Это очень просто. Вы переходите на сайт. Из сайта переходите на, допустим, Aviasales или Booking.com. И с каждой покупки часть денег вам возвращается в декабре 2018 года. Ребята будут праздновать пятилетие. Поэтому для вас специально они подготовили очень много подарков. Будут разыграны пять айфонов, пять PC4 Pro и также пять Apple Watch. А еще денежные призы на сумму 555 тысяч рублей. Поэтому переходите по ссылочке и регистрируйтесь. Этот кэшбэк суммируется с вашими кредитными картами. Если вы имеете от вашего банка какой-то кэшбэк, то еще будет суммироваться и EPN-овский кэшбэк. Мне кажется, глупо в конце 2018 года не пользоваться кэшбэк-сервисами. Это очень популярная тема. Я пользуюсь уже около 4-5 лет и вернул огромное количество денег. Поэтому рекомендую вам тоже экономить и делать все грамотно. Так, ну что, на завтра мы сделали апгрейд небольшой. Романтик пул вилла. Но она наконец-то появилась в наличии. Потому что сейчас горячий сезон и все было забито. Да, поэтому мы уедем в совершенно другой конец острова. Еще взяли бренд велики. Ой, я уже вижу, какая-то рыба плывет. Рыба шар. Поехали. У нас пакет все включено. Поэтому напитки, еда, алкоголь. Кроме супер дорогих, все можно кушать. И даже, например, устрицы. Здесь всякие пиццы. Это очень крутая штука. Настя все время заказывает эту штуку. Лепешечки горячие. О, да. Это просто хлоп, да. Самое интересное, что устрицы привозят из Франции. Давай, Настя. Лепешки. Фотографирует сама себя при помощи дрона. Удивительная вещь. Дрон из самолета. Летучие лисицы лакомятся цветами. Вода теплая. Блин, идет дождь. Смотри. Клево. Красиво. Кокос хочешь? Да. Принеси. 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 Такой настоящий тропический дождь. Музыка. 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 Сейчас так прохладненько. Хорошо. Свежо. Музыка. Воздух. Музыка. 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 Смотрите, какой сильный отлив. Воды по колено практически. И рифы, смотрите, оголились. Мы там с Настей плавали. Вода уходит метр на три, наверное. Анастасия Аликоновна, позвольте пригласить вас на ужин? Позвольте. Пошли. Здесь также можно заказать ужин романтический. Вау, как классно. Мы с Сашей приехали, Даша говорит, я не понимаю, здесь такое красивое место, я не видел, что это. Я говорю, Саша, у нас сегодня здесь ужин забронирован на вечер. Пошли на завтрак. Быстро на завтрак. Без камеры я бы сейчас получил люлей. Демонстрирую, как мы идем на завтрак. Та-дам! А мы не идем, а едем. Мы едем на байках. Акула все там же на месте. Патрулирует. Все время в прибрежной полосе почему-то. Хотя рыбы тысячи нету, мальков нету. Хитрючая. Это, кстати, буллшарк. Вырастить будет опасно. В принципе, даже такой ребеночек опасен. Пальчик откусит. Стандартный вкусный завтрак. Есть все. Очень много выпечки разные. Ну, сейчас не об этом. Мы с Настей хотим повыживать на каком-нибудь из островов. Попытаемся добыть транспорт, чтобы нас туда отправили. У меня есть набор выживальщика от BR Grills. Я дам этот набор Насте и посмотрим, сможет ли она при помощи самых необходимых вещей продержаться хотя бы сутки на острове. Ну, я не знаю, сутки, конечно, она вряд ли продержится. Ну, хотя пару часов. Сможет ли костер развести, добыть огонь, добыть воду. Я уже ей задал вопрос, как ты будешь любить кокос? Она сказала, что я залезу на дерево. Это сразу ошибка. Кокос можно добыть, сбив его. Не обязательно до этого лезть на дерево. Всегда валяются либо гнилые кокосы, либо камни. И достаточно легко его сбить и не лезть на дерево, чтобы случайно оттуда не упасть и не получить травму. И так, в принципе, много таких моментов есть в выживании, которые люди начинают делать, а потом это обращается в последствия непоправимые. В общем, смотрите, какой прикол. Мы поменяли виллу. Это романтик вилла, так называемая. И здесь можно пешком дойти до того острова. Я знаю, чем мы сейчас займемся. Идем на тот остров, где Настя будет выживать. Надь, смотри, здесь можно пешком дойти до того острова. Открывай. Вау, смотри, как красиво. О, нормально. Вот это да. И так, ребята, всем привет. Мы решили попробовать, смогу ли я выжить на Мальдивах, если меня выкинет на берег. И сейчас я вам докажу, что райские условия заканчиваются. Дальше идти нельзя. Горную речку. Смотрите. Здесь течение очень серьезное, может унести просто. Настя, я думаю, уже на этом этапе сольется. Вот это все. И горная речка, это херня. Вот в России горная речка. Первое испытание пройдено. Настя, Биар Грилл. Интересно, а медузу можно есть? Я думаю, что нет. Нельзя? Смотри, какая красивая. А мазаться ей? Отпусти ее. Может и белок? Кинь в воду, она умирает. Так она уже не сдохла? Не, не. Подожди, ее точно в целых еды нельзя употреблять? Точно. Еда, Настя. Вернее, питье. Кокос бери, кокос пригодится. Как его разломать? Подожди. Разломаю плодоком. Я слышала. Там реально бульки. Ну неси с собой. Сейчас отойдем до острова, там разберемся. Ты эту водку будешь пить с местной? Ну, может, что-то пригодится. Предлагайте ваши варианты, что можно делать с пластиком и стаканчиком в выживающих условиях. Но наверняка он пригодится почему-то. Может быть, знаешь это? Вода, дождь с неба будет идти, я буду ставить его, чтобы туда вода набиралась и пить. Молодец. И там 100% очень много рыбы. Первые панические атаки у Насти. Это не панические атаки, это просто все время я говорю, а ты выключаешь, не хочу сниматься в тон кино. Мое кино, это мое кино. Первая находка. Ну давай смотри, что там. Может там бабки? Да, то есть ты не будешь это трогать дерьмо руками, а я буду, да? Ну а там что-то прям тихо. Ну открой ты молнию. Да, вот открывай, поднимай. Видишь, сейчас солидный портфель. Что там? Там часок. А вот здесь вот молнии нету, да? Нет. Открывай. Нету, а что открывать? Воняет, фу. Ну что, вот мы на необитаемом острове. Так, у тебя есть набор beer grills, летают шмели с мальчиками. Вот шмеля можно съесть? Вряд ли. Почему? Давай, у тебя задача? Это же белок. Обустроить быт свой. Кто в этом наборе? Не знаю, beer grills с ним выживает. Очень реально страшно. Кстати, я нашла яблоко в океане. Там какой-то копченый. Ну ничего страшного, когда жрать нечего, оно поможет. Давай. Нашла кокос, нашла стаканчик и пакетик. Такой маленький наборчик. Кстати, вот здесь риф, если там есть уточка, то это бомба. Так, пошла жара. Смотри, это ватка. Скорее всего, для того, чтобы поджечь ее. Так, это беревка. Маленький такой, тоненький фонарь. Так, это, слушай, открывашка, а это палочка какая-то. Мне кажется, что это херня, чтобы иску делать. Ники с иголками не нужны? А зачем? Сшивать что-то? Слушай, а вот это термо. Термоодеяло, да. Вот так. Хорошо, все. Спокойной ночи. Все. Как разжигать огонь? Там все, полная инструкция. Да. Смотрите, как пускать зайчики на вертолет, например, в сигнальный костер сделать. Как сделать хижину. Смотрите. Давай леску сделаем. Для этого палка нужно. Сколько длина лески должна быть? Максимально мотать. Бантиком только не привязывай. И такое, это простое дело, выживать. На Мальдивах. Ребята, какие у вас ставки? Я поймаю рыбу? Да, в принципе, это очень легко. Серьезно? Да. Да. Я просто в шоке. Я не понимаю, как вообще можно выжить в этих условиях. У тебя же все есть для этого. Мне хочется сесть и заплакать, реально. Я не знаю, как Робинзон и Крузо вообще справился с этим. Я уже все. Наверное, это все-таки психология. Все, теперь вешай грузила и крючок. Смотрите, сколько поводки даже есть. Обалдеть. Грамотный набор, причем качество хорошее мне нравится. Да, качество хорошее. Ю-ху! Сосите, помогите! Саша! Это за нами! Они нас спасут! Саша, они нас спасут! Они по-моему тебя не увидели. Я махала. Давай обрезай. Я им зайчика посылала. Так, отлично. Все, удочка готова? Да. Да. А теперь надо кого-то насадить. Да, иди краба лови. Насть, ты хочешь без еды остаться? Блин, ну я ж меня хотела поймать. Ты мне сказал, не надо. Да. Вот. Бери. Это ж поплавок. Поплавок? Сейчас нужен поплавок. Главное, чтобы была наживка. Ни одного краба нету. Ну, то есть все. На этом ты закончила, да? Вот краб ловно. Не, Настя, так ты не раскопаешь его. Не, здесь острые колючки, Настя, я не рекомендую сходить. Пока обувь не сделаешь, сюда не суйся. Где он? Ну, вот тут они бегают. Их полно. Настя, давай бегом тогда ногой наступи на него просто и все. Да где я хоть одного бы убью? Вот смотри, прямо перед собой. Вот забежал только что. Я, по-моему, поймала. Ну, так давай. А что делать-то? Убей его. Как? Ну, приглуши вот так, ударь об это. Настя, давай быстрее. Да как я тебе? Подняла кокос, а там краб отшельник лежит в этой, в ракушке. Наживка есть. Ура! Все, что не так лежит, на островах нужно поднимать и посмотреть. Настя, убивай краба. Вот такой краб. Вытаскивай, вытаскивай его. Его надо насадить. Вытаскивай. Не могу. Ну, останешься голодной. Ааа, погоди. Саша, я не могу. А как его убивать? Просто кокосом чпок не надо быть. Ты серьезно? Можно ты это сделаешь? Ну, останешься голодной, значит. Ну, Саша. Не, просто проводи. Все мокрое, дождь всю ночь шел. Вот это классно горит. Я нашел там кокос сухой. Есть еще терпение. Она, кстати, дымит. Ребят, если бы я попала, наверное, на необитаемый остров одна, я не знаю, может быть, состояние стресса людей вводит в какие-то сверхспособности. И ты начинаешь по-другому воспринимать эту же ватку, там, кокос сухой, какую-то веревочку, еще что-то. Сейчас у меня ничего не получается. Это ооочень тяжело. Это ооочень сложно. То есть, даже краба убить я и то не смогла. Рыба вон плещется сейчас у берега. У нас стоит удочка. Я, конечно, не знаю, поймаем мы что-нибудь или нет, но это очень тяжело оказалось. Я вообще не представляю, как можно руками рыбу поймать. Мы не выжили. Да мы уже померли. Оставить голодные, без еды, без воды. Без воды, без еды. Особенно фигово то, что вчера целые сутки лил дождь, и, соответственно, все мокрое. Здесь очень хорошо подходит для Ружи Гококосова вот эта мохнатая такая оболочка. Нет, Саша правда не терял надежды. Посмотрите, он весь мокрый. На самом деле, приеду в Россию и сделаю прямо ролик про выживание. Возьму специалиста. У меня есть друг, который в этом круто разбирается. И мы с ним запилим для вас, как это все в реале происходит. Смотри, какой заказ. Будем практиковать, это наш первый. Сколько сил надо, ты же столько энергии на это тратишь. Через, я думаю, пару поездок мы будем профессиональными выживальщиками, и вы будете обалдевать. Наслаждайтесь жизнью минуту. Кто-то может этим наслаждаться каждый день. Каждый божий день видеть такие заказы. Ты это ценишь, когда у тебя это редко? Вот такой человек-существо. Он понимает, что как же клево просто, когда у тебя есть конечности. Только тогда, когда ты становишься инвалидным. Или там, когда у тебя ничего не болит, ты этим не наслаждаешься. Ты просто считаешь, что только должно быть. А когда начинает болеть, ты понимаешь, что ага, как же круто было, что не болел. Вот то же самое и с закатами, рассветами, красивыми местами. Представляю людей, которые выезжают вообще раз в год или раз в пять лет куда-нибудь за границу. Они, наверное, столько кайфа получают в момент. Поэтому учитесь ценить каждую минуту своей жизни. Живите настоящим. Давайте обзорчик небольшой. Здесь много всего есть. Это всякие крошки. Это настоящий протертый миндаль. Это вот йогурты. Это комбуча. Нифига себе. А что мы здесь не завтрак? Здесь лучше в 10 раз. Нам надо все попробовать. Можно бананчик прямо взять отсюда и поесть. Так, давайте посмотрим. Здесь пончики. Нарезочки всякие. Идем дальше. Спасить чекен овлет. Азиатский бокс сделать с макаронами. Ай, красота. Нарезочки. А еще можно тут адекваты. Спасибо. Блезд оставляет 25 минут. Туда обратно 700 долларов. Спасибо, что смотрели. Мы сейчас находимся на Мальдивах в отеле Touch Coral Reef Resort, и вот нам дали такой замечательный номер, который называется вилла на воде.